Мы на месте. Мы приветствуем Елену. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Хорошо. Визуально есть что-то? У меня голограмма. Голограмма. Хорошо. Скеннер, просканируй сейчас Елену. Отключи эту голограмму, включая все чипы, датчики соединенные, подключенные к этой голограмме. Скеннер их видит четко и ясно. Выводит эти датчики, отключает. Вместе с голограммой все выходит. Зависает перед Еленой. Голограмма, она вибрирует. Выводим. Готово. Хорошо. Даю команду на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Елены, под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семинах скеннер сканирует все 7 тонких тел Елены, находит все. Дай, пожалуйста, команду голограмму в клетку. Хорошо. Она вышла? Да, она висит возле. Отправляю голограмму вместе с подключками в клетку. Подключки у нее как проводки с чипами, они по суставам шли. По суставам. Хорошо. Голограмма гуманоида. Значит, клетки у нас арахноид. Есть. Дальше гуманоид с кайлограммой. Синий дракон. Синий дракон. Инкуб. Инкуб. И демон. И демон. Какой демон? 13. Демон. Давно в этом биополе? 7 месяцев. Понятно. У кого из присутствующих есть контракты с Еленой? Ни у кого. Хорошо. Сколько инкуб находится в этом биополе? 2 года 6 месяцев. Хорошо. Какой у нас синий дракон? 27. 87. Сколько ты находишься в этом биополе, дракон? Год и 2 месяца. Хорошо. Арахноид. Сколько ты находишься в этом биополе? 7 лет. 7 лет. И откуда у нас гуманоид? Биру. Не биру. Хорошо. Что ты делаешь в этом биополе? Воспитываю. Воспитываешь. Какой воспитатель у нас, серьезно? Сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Хорошо. Начинаем с реверса энергии в процессе работы. Я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Елены спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, выстраивая также канал к голограмме гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Елене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Пока идет реверс. Сканер, дай мне полноту души Елены на настоящий момент. 99. 99 процентов. Хорошо. Итак, Гоманович, что ты воровал? Энергии. Какие-то особые энергии ты воровал? Он показывает. У нее идет развитие и души, и тела. Он ожесточал это развитие. Тормозил ее, да? Нет, наоборот, ожесточал. То есть у нее нет расслабленности. Она вот напряжена. Напряжена вся, да. Это твоя работа была, да? Голограмма, которая вибрирует, она именно вибрировала так, что-то гнала ее. Понятно. А что это за боли у нее в лопатке постоянно? От чего это? Кто ответственный? Центр там подключки. Центр подключки там находится? Центр, да. С которого он руководил. И с рукой у нее еще проблема? Это тоже твоя подключка? На суставы какие-то реагируют больше, какие-то меньше. Но в конечном счете все будут болеть. Понятно. Такой вибрации несовместимой с ее вибрацией. Хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Елена забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Елена себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из этой голограммы частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте Елены находится, мощным потоком возвращается к ней назад. Усилий потоки в 50 раз. Скажи-ка мне, гуманоид, вот ваша Нибиру, где она находится? На Земле есть информация, что она находится по другую сторону Солнца. Также нам гуманоиды говорили, что мы понимаем... Какого Солнца? А, вот еще вопрос, какого Солнца, правильно? Хорошо, я имел в виду Солнце, которое наше, земное. Но, скорее всего, речь идет о другом Солнце, да? Да, черном Солнце. Черное Солнце. Реверс закончился. Так, мы все забрали, да, Вера? Да. Отлично. Тогда начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с демона. Демон, скажи мне, где находится лярва в биополе Елены? Голова. На голове. Это от этой подключки, от этой конструкции. Хорошо, вопрос. Ты хочешь получить эти лярвы? Это от жесткости. От жесткости. Хочет. Хорошо. Выходи туда. Сначала вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте. Доложи мне на месте. Я дам отдельную команду на лярвы. Приступай. У нее жесткое отношение к себе, а, соответственно, ко всем окружающим. Понятное объяснение. Вполне доступное. Это твоя чистота. У него как капканы в ногах. Он снял. Хорошо. Вот это увлечение на гвоздях стоять. Это жесткость, о которой мы только еще разговаривали. Это человек доказывает себе что-то. Как мне это понять правильно? Оно имеет с этим какую-то… Здесь двойное объяснение. С одной стороны, это хорошо для ее… Кровообращения, да. Тело и души. Фу. А с другой стороны, это насилие, которым она нагружает себя, доказывая себе. Твою слабость пряча внутри. Ты все снял? Все снял. Разрешайте забрать эти лярвы, ничего не забывая, возвращайся назад. Приступай. Готово. Инкуб, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе, отключайся, возвращайся назад. Накидка есть, Инкуб? Зачем мне накидка? Она сама себе накидку делает. Да ты что, объясни. Сила, которая она окружила себе, пугает окружающих. Слабость – это то, что закрываю я. Ее слабость и мягкость никто не видит. То есть… Видит угрозу, силу и холод. И холод. Хорошо, вот это слово я хотел услышать, потому что, как ее люди воспринимали, это был бы мой следующий вопрос. Ты уже на него ответила. Все снял? Все снял. Хорошо. Синий дракон, выходи, снимай свои платы. Где стояли твои платы, дракон? Третий класс. Ты ей показывал что-то? Демонстрировал? Подожди, ты не на какое-то учение подключился случайно, а на много чего изучала? Или ты на развитие просто пришел? На развитие. Хорошо, выходи. Душа ищет. Да. Мне интересно развитие души. На планете Земля. А что ты ей транслировал через эти платы? Я следовал за ее развитием, ничего не транслировал. Я не вмешиваюсь в развитие души, лишь получаю свое развитие. Хорошо. Свой опыт. Мы знаем о таком факте, он действительно есть. Хорошо, синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад, приступай. Готово. У меня вопрос ко всем, кто из вас присутствует в квартире Елены, мы ее сегодня чистим. Синева дракона стоит плата. Хорошо. Демон? Арахноид присутствует. Арахноид. И демон. И демон. Хорошо. Сейчас выходит Арахноид, снимай всю свою паутину, иголки, вытаскивай, ничего не забывай, возвращайся назад. Как она тебя ощущала, Арахноид? Какие это были боли? На голове сидел или где? Он сидел на голове, но иногда он покидал ее. Его жгло что-то. Конструкция его жгла. Вибрация гуманоида, его голограмма, наверное, да? Неприятные шли вибрации. Он покидал, потом возвращался, чтобы остаться в оболочке. И как она тебя ощущала? Какие это были? Шевеления. Шевеления на голове, головные боли, были мигрени. Вокруг головы. Вокруг головы шевеления. Понятно. Хорошо. Я думаю, эти симптомы Елена должна знать. Все снял. Скэнер, просканируй сейчас Елену на чистоте гуманоида и голограмма его. Остались ли какие-то чипы, датчики, импланты, которые мы еще не вытащили? Да, у него остался в спине этот центр, который он должен сам отключить. Сам даже? У него ключи. А, вот как. С ключами я еще не видел. Хорошо, гуманоид. Отключай. Выходить тебе не надо. Это ключи, которые рассинхронизируют его подключечку без повреждений и потери энергии. Это в его интересах в первую очередь. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Елены с гуманоидом и его голограммой, арахноидом, синим драконом, инкубом и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. В квартире ты ничего не устанавливал, гуманоид? Нет. Хорошо. Готово. Включаю внутренний белосвет Елене. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкое аббрационное чужеродное находящество в ее биополе. Свет пошел. Энергия выходит, формируется перед ней в шар. Пошел процесс. Готово. Открываю воронку в галактическое дро под этим шаром. Шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Иду и команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чистая. Подхожу к Елене. Непомогаемой энергией отстегнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Открываю воронку в галактическое дро. Канал выходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Все прошли проверку. Демон, Синий Дракон, Арахноид. Сейчас я открою два портала в квартиру Елены. Демон уйдет в один портал. Синий Дракон и Арахноид идут во второй портал. Собирает все, что они оставили в квартире. Я прихожу, проверяю и отпускаю в первый раз на вашу чистоту. Все понятно? Понятно. Демон, ты мне покажешь. Ты один в квартире или есть еще черт? Там есть без. Без. Хорошо. Это почему спрашиваем. Один из вас мне покажет все порталы. Я их закрою. После этого могу собрать негатив. Могу поделить вам пополам. Устраивает? Устраивает. Открывается два портала в квартиру Елены. В один уходит Арахноид. За ним идет Синий Дракон. Во второй портал идет Демон. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо. Инкуб, ты готов уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. И я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, у меня гуманоид с Нибиру, три года, с голограммой. Она вибрировала очень сильно. Голограммы все забрали? Все забрали, да. Мы заберем голограмму. Гуманоиды отпускать? Нет, заберем оба. Еще один вопрос у меня есть. Он говорил, что Нибиру находится рядом с каким-то черным солнцем. Есть такое черное солнце? Есть. Ну, хорошо. Если будет возможность, как-нибудь объясни мне по возможности. Для общего развития. Благодарю тебя. Все забрали. Итак, клетка у нас должна быть пустая, да, Вера? Пустая. Тогда поехали дальше. Готова. Пусть тонкая копия Елены вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 720. Понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Елены до числового значения 720 Гц. Пошел подъем. Готова. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Елена, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Гармония и знания наполняют меня. У нас я куратор в комнате. Снимаются маски и голограммы. Фантом представится глаз на своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора и учителя. Елены, представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Я приветствую вас. Не смею задерживать надолго. У меня лишь два момента, которые я хотел бы объяснить этой душе. Зовите меня Боб. Боб. Приветствую вас, Боб. Если вы позволите, я бы хотела... Пожалуйста, пожалуйста. Никаких проблем. Направить эту душу в правильном направлении. Физическое тело и развитие души идут часто параллельно друг к другу. Нужна гармония и чёткая связь души и тела, наполнение энергиями и знания своих вибраций. Я бы хотела дать небольшое домашнее задание, которое объяснит и направит душу в правильном развитии. Душа должна ответить на вопрос «А зачем?» Зачем нужно развитие физическому телу? Зачем нужно нагрузки физическому телу? Зачем нужно продвижение и поиск души? Принесёт ли это радость? И второе, где эта радость? Если она внутри тела, развивая душу и тело, наполняется ли душа радостью? Я бы хотела, чтобы душа провела анализ. Где всё-таки радость? Чем душа наполняется? Чем счастье души? Как я уже сказала, радость и гармония. Именно это энергии, которые душа может нести и дарить этому миру, этой планете. Остановись, пожалуйста, и подумай. Для себя, не для меня. Благодарю. И не смею больше задерживать. Одну минуточку, уважаемый куратор Буб. Вы, наверняка, ещё не знаете, в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. К каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы всегда делаем один определённый подарок, который, по-моему, знают уже на всех объектах. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Боба. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его дружеский визит, за его слова сегодня и просто на добрые воспоминания об этой встрече? О, да, Боб разрешает передать ему этот подарок. И я благодарю вас за этот подарок и знаю, что эта встреча не последняя. Мы традиционно не прощаемся. Я говорю, до скорой встречи, уважаемый куратор Боб. Когда-нибудь обязательно ещё увидимся. До скорой встречи. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Елена. Внезапный визит вашего куратора Боба. С этим напутствием прислушайтесь к его словам обязательно. Как вы себя чувствуете после чистки? Всё хорошо? Да, я гармонично полностью. Но слова Боба дают мне задуматься, остановиться и проанализировать. Я выполню свою домашнюю работу. Отлично. С куратором вы всегда сможете встретиться, когда будете готовы. Хорошо. Сейчас возвращаем вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу переходим к чистке вашей квартиры и животных. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Елены в её систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готова. Включайся от Елены. Квартиру Елены ты видела. На счёт три ты стоишь перед входной дверью её квартиры. Один, два, три. Ты перед квартирой. Я здесь. По всему персоналится в одну из комнат. Входи в дом. Да, я здесь. Хорошо. Кто у нас? Рахноид. Есть. Синий дракон. Есть. Бес. Бес. Хорошо. Демон. Есть. Две воронки. И две воронки. Под воронками открываю портал в галактическое ядро. Они уходят на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Синий дракон. Всё собрал? Да, снял платы. Я хочу получить слово синего дракона, что больше никогда ни в это биополе, ни в эту квартиру не придёшь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Забирает всё, что принёс, уходит на свою частоту. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Арахноид. Ты всё собрал? Да, всё снял. Хорошо. Тебя это тоже касается. Больше не приходи в эту квартиру и в это биополе. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Он держит свой инкубатор. Инкубатор у него был. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает всё, что принёс, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Какой у нас бес? Семь. Хорошо, бес. Выходи. Собирай всё, что ты оставил в этой квартире. Сеточки, одеялки, ловушки, комочки. Всё, что на твоей частоте. Собирай и возвращайся сюда, назад. Готово. Хорошо. Демон, ты своё всё убрал, да? Да, снял. Хорошо. Бес покажет порталы. Кто? Бес. Пошли, бес. По квартире покажи мне порталы, я их закрою. Пошли. Туалет. Здесь полностью портал. Весь туалет, портал, да? Да, он вертикальный. Хорошо. Открывая внизу по всему периметру туалета воронку в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Идём дальше. В одной из комнат зеркала. Большой, во всю стену. Это шкаф, наверное. Это весь портал, да? Да. Под этим зеркалом по всему периметру его, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Идем дальше. Дальше спальня. Здесь цветы на стене. Окно. Портал. Так цветы или окно? Спальня, в которой цветы на стене. Окно. Имеет портал в окне. Под окном открываем внизу воронку в галактическое дро. Портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Кухня. Здесь угол. Левый угол – это портал. Бес часто смотрел оттуда. В этом углу открываем внизу воронку в галактическое дро. Портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Дальше. В коридоре есть полупортал небольшой. Внизу в этом месте открываем воронку в галактическое дро. Портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все. Хорошо. Возвращаемся к клетке тюрьмы. Даю команду на счет три из каждого угла или чувств. Пошел процесс. Шары два одинаково большие. Под космическим открываю воронку в галактическое дро. Уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Второй шар делю на две равные части. Демон, бес, забираете. Да, не забирает. И отправляю каждому его половину. Готово. К квартиру вы больше не заходите, к этим людям больше не подключаетесь. Все понятно? Да. Открывается внизу два портала. Один на чистоте демона, один на чистоте беса. Демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Бес забирает все, что принес и уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала. И ставлю две огненные пентаграммы. Готово. Хорошо. Под клеткой открываю воронку в галактическое дро. Клетка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю. Субтитры создавал DimaTorzok